Кстати, мальчик играет солист лауреат конкурса Гуровца, первая премия фианист. Юрий Шамо. Концертные вариации для веологеров струнных памяти загиблых убавленному яру. Солистка Тетяна Оспелова. АПЛОДИСМЕНТЫ Перед тем, как прозвучит концерт Юрия Шамо, я хочу зачитать вам Непецкий приказ 28 сентября 1941 года. Все евреи города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 года в 8 часам утра на угол Мельниковой и Доктриевских улиц возле кладбища. Взять с собой документы, деньги и ценные вещи, а также теплую одежду и белье. Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет во вставленные евреями квартиры, рисует себе вещи, будет расстрелян. Письмо из архива Ильи Эренбурга. Расстрел продолжался весь день. Звуки выстрелов и крики несчастных были слышны далеко от места убийства. Детей бросали большей частью живыми или оглушенными. Одна девочка крикнула из ямы. «Что вы мне сыплете песок в глаза?» Это когда уже начинали засыпать яму. Многие евреи, догадавшиеся о готовящейся им участи, предпочли покончить с собой, чем пойти на убой. Так, например, на подвальной улице, на улице Ленина, Короленко и других, целый день на тротуарах лежали трупы евреев, выбросившиеся из окон верхних этажей домов, в том числе целыми семьями. «Бабе Я» здесь было убито более ста тысяч евреев. «Бабе Я» здесь было убито более ста тысяч евреев.